У Палаты молодых законодателей при Совете Федерации новый председатель. Им стал депутат Ульяновской городской думы Денис Седов. За его кандидатуру проголосовали во вторник на пленарном заседании Палаты, которое прошло в Совете Федерации. Помимо организационных вопросов, законодатели обсудили темы, которые имеют значение как в общефедеральном масштабе, так и для каждого субъекта в частности. Это патриотическое воспитание, программы «Наставничество. Привлечение молодежи в социально ответственные проекты». Ну и сейчас мы приветствуем в нашей студии нового председателя Палаты молодых законодателей Дениса Седова. Денис Константинович, здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем с целей и задач. Давайте, конечно же, я хочу поблагодарить всех телезрителей, которые смотрят нас сегодня. Действительно, Палата молодых законодателей – это новый инструмент, который появляется в деятельность Совета Федерации, но и который должен, наверное, внести серьезную лепту в стратегию развития молодежной политики в стране. Если мы говорим о стратегических направлениях, они заложены в учредительных документах Палаты. Это оказание содействия законодательной деятельности Совета Федерации. Это первая и, на мой взгляд, наиболее важная функция, которая на сегодняшний день есть. И второе – это популяризация парламентаризма молодежного в стране. То есть две основные задачи старшие товарищи перед нам ставят. А цели какие вы поставили перед собой? Цели я ставлю достаточно, наверное, приземленные, которые можно пощупать и потрогать. У нас на сегодняшний день каждый комитет должен иметь количественно-качественные показатели. Безусловно, не стоит гнаться за количеством законодательных инициатив. Важно их качество. Но, несмотря на это, мы будем рассматривать каждый комитет в качестве площадки, на которой те актуальные вопросы, которые есть на местах, в регионах, должны воплощаться в нормативно-правовые акты. Тогда давайте поконкретнее. Что конкретно сейчас у вас есть в качестве идеи, которые требуются на рассмотрение молодыми законодателями? И что вы считаете, что будет принято и поддержано в Верхней Палате Парламента? Ну, тут, наверное, назову три основных направления, которые условно можно разделить деятельность палаты. Как я сказал, это законотворческая. В этой части, если мы говорим про конкретные инициативы и предложения, важно навести порядок на муниципальном, региональном уровне в части мер социальной поддержки мобилизованных граждан и членов их семей. Мы понимаем, что от региона к региону, от муниципалитета к муниципалитету, даже в отдельных областях, есть разные подходы к этому вопросу. Более того, бюджетное законодательство у нас запрещает дотационным муниципалитетам эту меру поддержки оказывать. Мы понимаем, что такого быть не должно, что нужно пересматривать нормы бюджетного законодательства и совместно с Минфином уже подготовили соответствующую инициативу, разрешающую дотационным муниципалитетам этим заниматься, мерой социальной поддержки граждан. В рамках же законотворческой тоже конкретное предложение, на мой взгляд, важно. Нужно выработать правовые основы взаимодействия стран России, безусловно, Российской Федерации и других стран, которые не участвуют в санкционной политике. То есть мы понимаем, что вектор здесь немножко изменился, и поэтому подходы правовых основ сотрудничества в сфере молодежной политики тоже необходимо закладывать. Если возьмем второе направление, например, мониторинговая деятельность, это тоже важно. Мы должны понимать, как федеральные законы реализуются на местах, есть ли там проблемное поле, по какой-то причине в том или ином субъекте нормы не реализуются, хотя вроде бы она носит характер общеобязательный на территории всей страны. Здесь вот эта вот мониторинговая деятельность, позволяющая в каждом субъекте Российской Федерации иметь двух представителей, напомню, от Палаты молодых законодателей, от представителей от губернатора и от законодательного органа региона, вот это вот позволит, на мой взгляд, оперативно мониторинга осуществлять, а самое главное потом обобщать лучшие практики, чтобы не изобретать велосипед, а показать, что на региональном уровне в этой сфере есть такое-то решение, на муниципальном уровне такое-то решение, но если этих решений нет, то выходить с инициативой, чтобы на федеральном уровне изменить правила игры, чтобы это было возможно. Но вы уже в Палате молодых законодателей больше года, насколько мне известно, и вам понятна структура, и понятно, что нужно делать и как. Насколько отличается все-таки федеральный уровень от регионального? Ну да, как раз 20-го числа исполнился ровный год, как я в составе Палаты. Символично, что коллеги поддержали, и такой вот годичный день рождения отпраздновали избранием председателя. Конечно, спасибо коллегам, пользуясь случаем. А говоря об отличии, наверное, да, действительно, отличия есть, но здесь важна позиция самих сенаторов, которые стараются вовлечь нас во взрослую вот эту вот законодательную деятельность, в роли наставников выступают, и фактически мы видим, понимаем, вовлечены в их деятельность, и стараемся вовлечь уже в молодежную мероприятие, в молодежную деятельность и самих членов Совета Федерации. Этот год у нас объявлен был годом педагогов-наставников, да, совершенно верно, и мы здесь видим вот такую преемственность, которая должна зародиться в этот год и, безусловно, продолжаться дальше. Считаете ли вы, что нужно менять систему внутри самой Палаты молодых законодателей, чтобы были более плодотворны идеи и реализация этих идей? Ну, безусловно, как бы, будучи год проработавший, есть свои наработки, предложения, безусловно, на заседании Совета Палаты, в которые входят председатели комитетов профильных и заместители, мы обсудим эти предложения, и, безусловно, изменения будут, они будут носить точечный характер с учетом передового опыта, который был ранее, ну и новшества тоже обязательно будут. Но вот сегодня на пленарном заседании были включены направления социальной сферы, это и гуманитарная миссия Палаты молодых законодателей, современное наставничество и привлечение молодежи в социально значимые проекты. Почему именно эти темы сейчас вот в топах у вас? Ну, мы видим, что это не так, что захотел какой-то конкретный молодой парламентарий. Это те темы, которые сегодня на острие, и мы видим, что и послание президента Российской Федерации федеральному собранию, и обстановка внутри регионов, и синхронизация новых субъектов Российской Федерации требует иных немножко подходов, кроме механистических каких-то законотворческих идей. И эти сферы, они должны быть вовлечены и быть во внимание Палаты. Что попадет в ближайшее время в федеральную повестку от вас? Кроме того, что вы уже сказали по мобилизованным, что еще может попасть? На что мы должны сакцентировать свое внимание, как СМИ, например? Вот на выходе уже находится интересная инициатива, связанная с животными без владельцев. Очень дискуссионная тема. Это, наверное, была первая моя законодательная инициатива, когда я пришел в Палату и вошел в состав членов Комитета по конституционному законодательству, правовым судебным вопросам развития гражданского общества, разработать типовые условия муниципальных контрактов по обороту животных без владельцев. Если на русский язык перевести, простой, понятный, мы должны понимать, что общие требования во всех муниципалитетах страны должны предъявляться тем, кто отлавливает, стерилизует, вакцинирует этих животных. Общие правила, они, к сожалению, не применяются и бывают перегибы на местах. Чтобы этого не было, мы предложили на уровне постановления правительства Российской Федерации такие типовые условия разработать. Нас, министр природных ресурсов Козлов, поддержал в этой инициативе. И сейчас уже на выходе проект постановления правительства Российской Федерации. Когда он вступит в силу? Сейчас он закончил в черновом варианте, будет направлен на согласование во все необходимые структуры. И после согласования, безусловно, будет подписан Михаил Владимирович Мишустин. Спасибо, Денис Константинович. Я напомню, что мы беседовали с новым председателем Палаты молодых законодателей Денисом Седовым.